Сегодня продолжим разговор о вынужденных колебаниях и, соответственно, рассмотрим задачу, которая была произведена на оформе в цепь переменного тока с действием, с значением напряжения 220 вольт и частотой 50 герц включены последствия конденсатор электроемкостью 1 микрофарад и реостат с активным сопротивлением 300 Ом найти полностью сопротивление цепи и действующие значения силы тока Что ж, вот эти действующие значения силы тока я про них скажу немного позже но сейчас я просто изображу ту схему, которая у нас здесь произведена То есть у нас впоследствии включены конденсатор и реостат Вот такая очень интересная схема у нас получается здесь Вот это действующее значение напряжения и частота 50 герц можно воспринимать как, соответственно, некоторое у, которое меняется по закону м косинусом на гт и мы можем рассматривать задачу как, вот мы рассматриваем задачу с вынуждением колебания То есть у большого счета у будет у нас связано с м как косинусом на гт и будет связано с м как косинусом на гт минус в О причинах такого выбора будет ясно из рассмотрения колебаний этого контура Ну что ж, пока остановимся на использовании формы, потому что видеоурок непосредственно по решению дальше для контура я уже записал Так, что ж, приступим к решению этой задачи Нам необходимо найти некоторое реактивное сопротивление И, поскольку у нас реактивное сопротивление задано Полное сопротивление цепи действующее значение силы тока Поговорим про полное сопротивление цепи Полное сопротивление цепи может быть представлено как корень квадратный Активное сопротивление цепи Плюс наша незабываемая скобочка Где у нас будет, соответственно, располагаться Частота на индуктивность конденсатор C в квадрате Я думаю, у вас сейчас будет такая формула взялась А взялась она непосредственно из решения задачи для колебания контура Которая уже была рассмотрена Что ж, Z в этом случае может быть представлен как корень квадратный Из R квадрата Это у нас 300 в квадрате Плюс некоторая единица на омега C На емкость контура в квадрате тоже Омега на емкость контура в квадрате Так, вот это наше омега связано будет с частотой, которая действует посредством соотношения 2πν То, что обычно надо записать это 2π член И он, конечно, может не к сильному результату расти И емкость один микрофарад То есть это все у нас будет равняться 9 на 10 в четвертый Корень квадратный Плюс 2 на 3, 14 10 в квадрате На омега На 50 И на емкость один микрофарад То есть 10 в шестой И это еще у нас будет все разводиться в квадрат Как вы видите отсюда Из-за того, что емкость у нас чрезвычайно малая Микро это 10 минус шестой Миле 10 минус третий То, соответственно, это сопротивление активно будет существенно ниже, чем это сопротивление вызвано непосредственно за счет наличия компенсаторов цепи Но мы, в принципе, все равно запишем все поэтапно Все наши члены, из которых берется корень Плюс 10 в двенадцатый Делить на 10 во второй Поскольку 50 я опять-таки надо 100 10 в четвертый И еще на 3, 14 Так Обрываем 3, 14 в квадрате Это у нас будет равняться 10 выносим В квадрате 9 Плюс 10 Восьмой У нас здесь получается 10 восьмой Поскольку 10 в четвертый я вынес То, соответственно, 10 в четвертый еще 10 в четвертый На 3, 14 В квадрате Это у нас здесь удаст 32 на 100 Или на 3200 Ом При всем при этом Основное сопротивление у нас будет Получаться Того, что у нас есть Конденсатор И за счет того, что у нас Здесь Происходят вынужденные колебания Потому что не было бы вот этой частоты Которая как раз определяется Частотой вынужденных колебаний Ом и ГД Не было бы никакого вот этого сопротивления 3200 Ом А этот конденсатор Можно было бы полагать на человека Разрыг цепи Вот Если бы не было переменного тока Вот Сопротивление полное мы нашли Теперь приступаем к нахождению Действующей значения силы тока Сначала дадим определение Что такое действующее значение силы тока Это значение силы тока Которое будет соответственно составлять Корень из двух От и максимального Откуда берется этот корень из двух А берется из того факта Что вычисляют среднюю мощность P Которая равняется Напряженность на силу тока Это Например Вот это вот среднее значение Поскольку у нас там будет Будет равняться Как мы записались А вас с выражением Косинус Омега T Косинус Омега T Минус V То что сейчас рассказываешь Показывает откуда берется Действующее значение силы тока И почему корень из двух Для решения задачи Этого не стоит необходимо Только это дает лишь понимание Того процесса который идет Ну там на и максимальный У максимальный И М У Происходит Потом Дальше мы будем раскладывать Вот это косинус Омега T Минус Фи Получаем что это будет Косинус Омега T На косинус Омега T Я вот сейчас использую Вот разность синусов Косинус разности угла На сюда Косинус Синус Синус Омега T На синус Фи И все это опять На и М У Вот я просто создал Синус Омега T Минус Единственное что может быть Непонятно людям А сразу которые туда пришли Вот откуда эти выражения взялись Но эти выражения требуются Не отдельного урока Или рассмотрения И также Способление А все что остальное Дальше я думаю Должно быть все логично Если бы вопрос задавайте Это будет Косинус Квадрат Омега T На косинус Фи Плюс Синус Фи На среднее От косинуса Омега T На синус Омега T На синус Омега T Все это будет И М У М До чего Все это Может быть представлено Как Среднее от этого У нас будет Ноль Потому что Что такое Среднее значение Ну Во-первых Это Сложи Вот эти Для призначения Если мы рассмотрим Косинь и косинус Омега T Это будет У нас Давайте Ноль Среднее значение Нет Это будет Одна вторая И Будет Можно Записать Что это будет И М На Соответственно На косинус Фи Это у нас Будет равняться Р и М В В В Спида Одна вторая И М Квадрате На Р Или Если мы Введем Некоторую силу тока Которую мы Назовем Действующую Она будет Равняться М На корень из двух То есть Здесь может быть Записан Как соответственно М и в квадрате на R. Вообще, тема колебаний иногда бывает достаточно сложной для первоначального восприятия, но в целом здесь все, что делается, сделается на основании каких-то подробностей. Вот так я получил значение действующего тока. Все, что я могу сказать про действующий ток, это просто желание записать обычную мощность, как произведение квадрата какого-нибудь тока, на сопротивление, потому что будет давать у нас обычное представление мощности, к которой все люди привыкли. Поскольку люди привыкли все сводить к тому, что было уже ранее сделано неизвестно, поэтому стараются привести к наиболее общему виду, который было до этого сделано. Поэтому будут какие-то обозначения. Поэтому то есть значение силы тока или какое-то пластическое значение нашей цепи не максимальное значение, а как раз на действующее значение. И оно будет как раз связано с максимальным значением через корень из двух. В общем, вот таким образом. Для того, чтобы найти, соответственно, нашу вот эту силу тока И, нам необходимо теперь и М, представить как УМ на полное сопротивление Z, которое мы нашли, так как действующее напряжение у нас задано. Это будет УМ на У, которое у нас задано, делено на Z. У нас связано с как УМ. Сейчас я их считаю на корень из двух. То есть на корень из двух. Это то напряжение, которое задано задачу. Потому что действующее напряжение, так же, как и действующее силу тока, связано с максимальным значением, как на отношении максимального корня из двух. Поэтому действующее значение силу тока мы можем найти исходя из вот этого соотношения для Е максимального, да? Ну, чтобы не делать лишних деления и умножения, я просто предлагаю вам записать сразу как М на корень из двух. Это будет у нас равняться У на Z на корень из двух на корень из двух. Это у нас будет задавать спрос отношения У к Z. Таким образом, я избавился от этой корень из двух за счет того, что у нас написано действующее значение, не максимальное значение, а действующее значение силы тока. Вот. Вот и все. Теперь можно здесь записать, что это будет у нас равняться. У нас Z. Это 220 вольт деленное на 3200 В. Ну, приблизительно, конечно. Это у нас даст в результате выражения в 0,068 А. Вот. Или, если мы в миллиамперах покажем, это будет 68 милиампер. Вот такое будет значение действующего тока в нашей цепи. Приближенный, конечно. Ну, там 68, там можно круглить до 69, если там дальнейшие члены учились, да? Ну, где-то такое значение получается. 68 милиампер и 3200 Ом. Вот и все. Таким образом решается наша задача. Спасибо за внимание. Удачи вам. Успехов всегда и везде и во всем. Пока.